друзья привет в этом видеоролике по ходу изготовления вот этого теннисного браслета мы сделаем все то чем так запуганы начинающие ювелиры а это закрепим 31 изумруд обдадим камни пламени отмочим их в ацетоне и вишенкой на торте будет погружение всего изделия ультразвук и если страхи ювелиров не преувеличены то уж наверняка с одним или несколькими камнями что-то да случится сейчас мы это узнаем но начнем с изготовления мастер-модели это единственно верный подход учитывая количество оправ представляют они собой крапановый каст овальной формы по изготовлению которого видеороликов было отснято достаточно принцип работы теннисного браслета заключается в подвижности каждого каста за счет подкова видного звена которая заводится в соседний каст то есть у нас получается принцип такого паровозика где каждый каст как вагончик следует один за другим но точно соединение важно продумать еще на стадии мастер-модели иначе при сборке вы не избежите перекосов когда эталон готов снимаем с него резиновую форму и разрезаем ее а и а и и Получив с резинки необходимое количество с запасом в осколок, мы отправляем их на литье. Процесс литья у нас остается за кадром, потому что занимаюсь этим уже не я. И за кадром я оставил ход работы по обработке каждого каста в отдельности. Но вы понимаете, что это очень нудная часть работы, и вдобавок видео совершенно не об этом. Кстати, изделие это будет из серебра. И хоть ценник за количество изумрудов и работы набегает, клиент желал видеть его в серебре. Кстати, заказал он это в подарок для своей супруги в прошлом моей студентке. Ну, так уж получается, что далеко не все люди, ознакомившись с ювелирным делом, втягиваются в него. Браслет Такой я собирал впервые, поэтому подбирал подходящий ключик. Задавливал звенья давчиком сначала, разместив его на плоскости, выбрав для этого стальную оправочку. Но в ходе сборки убедился, что отлитые один к одному косты, они сами задают верное направление. Субтитры создавал DimaTorzok Замок для дорогого браслета должен быть самым надежным, поэтому я выбрал коробчатый. Вы видите, припой хоть и ушел, но это еще не пайка. Спаивание происходит в момент подтягивания одной детали к другой. Подвижность соединения легко проверяется накидыванием браслета на запястье. Разумеется, перед закрепкой изделие должно быть отполировано и вымыто. Из опыта ни один специально разработанный для этого моющий раствор не сравнится по эффективности с аммиаком. Вся грязь отлетает моментально. Субтитры создавал DimaTorzok И вот мы подошли к подготовительному этапу перед закрепкой. Я подготовил китшток с пастой, на которой вписывается первая половина браслета. Важно, чтобы оправы были закитованы на одном уровне, чтобы выдержать единый уровень постановки камней. Американские горки в серьезном дорогостоящем украшении нам не нужны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Перед закрепкой изумруда или любого другого камня необходимо подготовить посадочное место. Понятно, что касты все идентичны, а вот павильоны у камней разные. Поэтому все равно придется заниматься каждым изумрудом отдельно. И, конечно, грамотно подпилить крапаны изнутри, чтобы они плотно прилегали к камню. А уже затем крепить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И обратите внимание, какую я оставляю внушительную высоту крапана. Именно грамотная выдержанная высота лапки к ее толщине и обеспечивает беспрепятственное отжатие. Мелким огрызком крапана вы ничего не обожмете, только найдете себе проблем. Ну, а все лишнее обрезать никогда не поздно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даже на моем курсе закрепки студенты, впервые это делающие, всегда спросят А камнем ничего не будет? Нет, я понимаю, что если вы устроите такую прожарку, что у вас все будет огнем полыхать То да, камнем, конечно, что-то будет Но нам-то нужна температура, минимально необходимая только для того, чтобы размягчить кит Для большинства камней в таких условиях это совершенно безопасно, так что не убудитесь Понятно, что остатки китаз-изделия надо удалить Растворяется он либо в спирте, либо в ацетоне Вот тут-то нас и ожидает западня Ясно, что камни сами по себе со спиртом или ацетоном не реагируют А вот раствор, которым их пропитывают, ну или скажем красиво, облагораживают очень активно Это могут быть какие-то виды масел, парафина, либо смол И, конечно, ювелир, завершив работу, закидывая обычно А так ювелир и заканчивает день закрепочный Закидывает изделие в ацетон и идет заниматься своими делами или уезжать домой Вот, и на следующее утро вас может ожидать сюрприз Микроинфаркт, да, со вскрытой внутри ваших изумрудов полостью То есть, я вам, к сожалению, статистику привести не смогу Я не гемолог, но знаю точно, что большинство природных камней с высокой неоднородностью А самыми яркими их представителями являются именно изумруды Да, к сожалению, их облагораживают Так что же получается, нельзя закидывать изумруды в ацетон? Да нет, закидывать-то, конечно, можно Но надо знать в этом миру и следить за этим Все остатки кита на изделии по возможности удалить вручную А уже потом макнуть в спиртосодержащий или ацетоносодержащий раствор Дело в том, что на удаление кита требуется, ну, может быть, около минуты Но это недостаточное время, чтобы вскрыть полость в камнях Ну, то есть, с наибольшей вероятностью вашим камням ничего не будет Для этого я и снимаю демонстративное видео, чтобы подтвердить свои слова Субтитры сделал DimaTorzok А теперь кульминация Изделия с изумрудами мы помоем в ультразвуке Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, браслетик вы сейчас рассмотрите и убейтесь, что все камни целы А о чем это говорит? О том, что страхи ювелиров перед изумрудами и прочими операциями с ними сильно преувеличены А вы ведь понимаете, в любом деле, когда ты становишься мудрее, опытнее, все чаще приходишь к мысли, что многие утверждения в ювелирке И не только в ювелирке Они очень условны Ну, например, есть утверждение, нельзя паять с камнями Скажите новичку, паять с камнями нельзя? Он никогда не будет паять с камнями Но опытный ювелир, он порассуждает Он задастся вопросом, а с какими камнями изделие? А в каком металле сделано изделие? А где находится камень по отношению к участке пайки, который вам нужно провести? Какую температуру вы подадите в участке пайки и какая она будет там, где у вас закреплен камень? Как понизить температуру? Подвести теплоотводы или, может быть, покрыть огнеупорной пастой? Вот, и взвесив все за и против, вы приходите к мысли, что почему нельзя паять? Можно, вы берете, паяете, действуете наверняка, зная, что камня ничего не будет То же самое касается ультразвука Вам любой гемолог заявит, что мыть изделие с изумрудами в ультразвуке нельзя Вот, так это зависит от того, как мыть Если вы относитесь к этому легкомысленно, закинете изделие с изумрудами в ультразвук И пойдете там трещать по телефону или гонять чаи Да, вернувшись, вы увидите, это еще не точно, но возможно Лопнувшие от микробиения камни Но минимально необходимое время, чтобы расщепить грязь в аммиаке Это 2-3, может, там, 4-5 максимум секунд Это время достаточное для удаления грязи Но совершенно недостаточно, чтобы лопнули изумруды Вы поймите, если бы камни были уязвимы настолько, с наибольшей вероятностью Они бы у вас раскрошились еще на стадии огранки или закрепки В общем, я надеюсь, это видео послужило для вас определенным аргументом И каждый сделал для себя собственные выводы Ну, а я рад вас поздравить с наступающим Новым Годом Или уже для кого-то наступившим, в зависимости от того, когда вы посмотрите этот ролик В общем, рад был с вами повидаться, друзья Увидимся в следующем ролике До встречи, пока и с праздником! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон»